Что такое банкротство физических лиц? Это своеобразный сигнал СОС. Вы три года не можете быть учредителем и директором, пять лет вы не можете снова идти на процедуру банкротства, это сделали уже более одного миллиона граждан нашей страны. Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о процедуре банкротства простыми словами, чтобы вы поняли, насколько быстро и безопасно вы сможете добраться до тихой гавани без долгов, без кредиторов и без коллекторов. Досмотрев это видео до конца, вы сделаете важный шаг на пути к этому, на пути к сбрасыванию долговых оков. Меня зовут Коптяева Дарья, я арбитражный управляющий. Я провела более пяти с половиной тысяч процедур банкротства и списала более полутора миллиардов долгов. Я знаю, о чем я говорю, и я эксперт в своем деле. Что такое банкротство физических лиц? Это процесс, который начинается после того, как человек признается, что он больше не может платить эти кредиты, у него нет возможности. Это своеобразный сигнал SOS. Цель процедуры банкротства – освободиться от непосильных долгов. И за восемь лет это сделали уже более одного миллиона граждан нашей страны. И если вы готовы присоединиться к этому миллиону, то вам может понадобиться много полезной и архиважной информации, которая есть на этом канале. Ставьте нам лайк и смотрите наши видео. Подписывайтесь на наш канал. Согласно нормам законодательства о банкротстве, сумма долга, с которой вы можете обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом, не имеет никакого значения. Однако тут важно и нужно рассчитать экономическую целесообразность процедуры банкротства. Потому что судебная процедура требует значительных финансовых затрат. Для вас это могут сделать сотрудники юридической компании «Дабанкрот». Они вам рассчитают полную и точную стоимость вплоть до рубля. В описании к этому видео указан наш сайт «Дабанкрот». На нем вы можете оставить заявку, и они перезвонят вам через несколько минут. Основным и самым главным критерием подачи заявления на банкротство является только одно – ваша невозможность расплатиться с кредиторами. Вы можете работать, у вас может быть доход. Также вы можете иметь имущество. Поэтому главное условие – то, что вы больше не можете платить по кредитам. Итак, самый главный шаг, который нужно сделать – это принять решение о своем собственном банкротстве. Что дальше? А следующим шагом нужно будет выбрать компанию, которой вы доверите процесс списания своих долгов. Это решение похоже на выбор врача. Однако здесь вы выбираете юридических врачей. Эта компания должна обладать репутацией, большим профессиональным опытом, иметь положительные отзывы от своих клиентов, иметь абсолютно прозрачный и фиксированный по стоимости договор оказания юридических услуг. Посмотрите, кто их финансовый управляющий. Это тоже очень важно. Их юристы должны обладать узкоспециализированными знаниями в области банкротства. Да, стоимость услуг имеет ключевую роль. Однако недорогие начинающие юристы зачастую обходятся гораздо дороже в долгосрочной перспективе, потому что не знают всех тонкостей процедуры банкротства. Бывают продления, отложения. Еще хуже, когда финансовый управляющий на полпути выходит из процедуры, потому что не может справиться с кредиторами и не обладает должной компетенцией. Таким образом, некоторым клиентам приходится начинать все сначала. В описании к этому видео заберите абсолютно бесплатно гайд «Как не попасть к мошенникам при выборе юридической компании, которой вы доверите списанию своих долгов». Следующим шагом будет предоставление тех документов, которые у вас есть в наличии. Например, паспорт с НИЛС и ННН. Все остальные документы соберет для вас юридическая компания. Это их задача – признать вас банкротом, и они должны потрудиться. Далее. Документы собраны, заявление готово, разослано вашим кредитором и отправлено в арбитражный суд. Первое судебное заседание – и ура! Суд признает вас банкротом и назначает финансового управляющего. Финансовый управляющий будет в основном взаимодействовать с вашими представителями, с вашими юристами и только в исключительных случаях может обратиться лично к вам. От вас только потребуется на протяжении всей процедуры вести себя благоразумно и не предпринимать действий, не согласованных с юристами или финансовым управляющим, потому что это может привести к негативным последствиям. Важно демонстрировать свою добросовестность, и тогда это приведет к закономерному результату в виде списания всех долгов. И вот уже последний шаг. Вас поздравляют с освобождением от всех долгов. Да, есть и негативные последствия. Вы три года не можете быть учредителем и директором. Пять лет вы не можете снова идти на процедуру банкротства. И пять лет, когда вы будете вновь брать кредиты, вам нужно указывать, что вы были банкротом. Да, именно так, потому что кредиты вам брать не запрещено. Да, вы можете брать кредиты и займы. А почему бы и нет, рассуждают банки. Ведь вы никому ничего не должны. У вас никто ничего не удерживает, и у вас нет кредитной нагрузки. Добро пожаловать к нам снова в банк. Сколько в среднем длится процедура банкротства? Минимально шесть месяцев, максимально без ограничений. Поэтому при выборе юридической компании убедитесь, что стоимость в договоре оказания юридических услуг фиксирована, является понятной и прозрачной для вас. Оставьте комментарий под этим видео «Хочу расчет» и получите точный расчет стоимости вашей процедуры банкротства вплоть до рубля от ведущих экспертов юридической компании до банкрот. А теперь, зная все основные моменты процедуры банкротства, решите для себя, является ли оно ключом к решению ваших проблем с долгами. Помните, что честно справиться с долговыми цунами – это вопрос личной смелости и ответственности. Присоединяйтесь к нашим подписчикам, ставьте лайк и получайте полезную и нужную информацию о процедуре банкротства. Субтитры создавал DimaTorzok